добрый день уважаемые коллеги скажите пожалуйста как меня видно как слышно так донецк с нами я вот пишу напишите откуда вы если видно и слышно ордск с нами сахалин около нижний новгород иваново питер котлас к голым щелково донецк шерегеш тюмень смоленск саратов москва серпухов смоленск еще ростовская область город холм новгородской области доброгоня из смоленска рязань ростовская область хакасия волгоград челябинск так с нами очень очень много коллег из разных уголков страны адыгея так татарстан хакасия очень практически вся страна с нами ну если кто-то из ярославля я буду на следующей неделе 23 числа на семинаре в этом замечательном городе новая уда иркутская область мурманск хорошо ну что же комсомольск на море с нами давайте начинать мы сегодня будем говорить о формировании звуковой культуры речи у дошкольников на занятиях по английскому языку и о чем же стоит тут поговорить в первую очередь давайте посмотрим и поговорим конечно же пару слов в госе для дошкольного образования он на мой взгляд написан проще чем для школы собственно говоря всех уровней поэтому стоит выделить лишь основной фактор что за что касается развития фонетических навыков и звуковой культуры речи что занятия английским языком способствует развитию слуха речевого аппарата умение пользоваться именно своим речевым аппаратом и абстрактного мышления конечно же как же это происходит это происходит и отчасти через формирование звуковой культуры речи понятие звуковой звуковая культура речи широко и своеобразно да если мы в школе говорим о формировании фонетических навыков то тут именно звуковая культура речи что она включает звукопроизношение дикцию да у нас очень часто встречается когда уже взрослых которых не доучили в детском саду отчасти в начальной школе половину не произносят мне букв ни звуков есть артисты даже такие певцы которые очень плохо собственно говоря произносит ряд звуков и букв интонация темп да это тоже очень важно этому нужно учить чтобы интонации были не вызывающие чтобы темп был такой чтобы воспри речь воспринималась спокойно и ровно мимику и жесты у нас очень многие дети вы могли заметить вроде говорит что-то умное но при этом кривляется еще нету навыка правильно что управлять своим лицом и телом во время каких-то важных допустим переговоров но на уровне опять-таки до школьника общую тональность детской речи позы и двигательные навыки в процессе разговора все мы это формируем что мы формируем умение именно говорить и и говорить правильно и красиво и как же идет это в как это организовано в книгах например стихах и загадках о данном случае о игрушках сначала идет стихотворение до идет связь русского и английского языка сначала предъявлять слов потом идет стихотворение давайте я вам зачитаю вид у пети очень важный самолет в руках бумажный заявляет мальчик смело сам игрушку эту сделал научу теперь друзей самолетик делать plane на соответственно они знакомятся с этим словом как на русском языке они его идентифицируют с английским и собственно говоря запоминают это дальше идет загадка чтобы собственно говоря проверить насколько хорошо они запомнили эти слова лист бумаги мы сгибаем игрушку получаем покорит она высоты мы отличные пилоты ну посмотрим чей быстрей раз-два-три в полете plane нас соответственно они уже ее знают но дальше идет развивающее задание на создание поделки макета такого самого простого самолетика какие интересные факты можно выделить что стоит учитывать при работе над звуковой культурой речи фонетический строй языка это первое что воспринимает ребенок в человеческой речи и из этого вытекает следующее есть данное что уже в возрасте нескольких дней новорожденные отличают по звучанию родной от других языков от открыто это шефером 2003 году то есть они различают допустим наши российские дети разрешают русскую речь отличает ее от иностранной различают голос матери отца и каких-то близких которые живут вместе с ним от чужих людей проявляется это очень просто если чужой человек говорит либо говорить на иностранном языке то скорее всего ребенок заплачет ребенок имея внутренний фоненный образ слова может не осознавать что он сам говорит не так то есть когда он уже учится говорить либо уже умеет говорить вам очень часто может про себя в немой речи говорить правильно а собственно говоря уже вслух говорить это слово неправильно допустим слово мишка менять на слово низко это очень легко происходит самое главное что внутри у него все правильно потом придет и первое это от отсутствия развития на высоком уровне речевого аппарата какие же типы упражнения для развития фонематического слуха у нас присутствуют общего типа развивающие речевой слух знакомства идет детей со звучащим словом звуками окружающего мира на развлечение звуков слогов и слов найден идентификацию проводится при помощи наглядности да когда нужно понять что именно это слово относится к вот этому предмету давайте посмотрим знакомство окружающим со звуками окружающего мира как и в русском языке мы говорим это мышка она говорит пик так и на английском языке мы скажем this is a mouse it says ик опять-таки есть и символьное изображение слова и изображена сама мышка чтобы он мог ее увидеть и собственно говоря дальше идут уже упражнения для того чтобы опять-таки объединить образ со словом да вы вспоминаете собственно говоря тех животных которые уже проходились вот ольга пишет как интересно и одновременно интересно ребенку где родители являются носителем разных разных языковых культур а собственно говоря тут все очень просто он есть такие исследования и проводили я знаю даже такого человека с которым разговаривали на разных языках и никаких проблем собственно говоря не возникало один день говорили с ним на французском другой на немецком третий на английском а четвертый на русском стал очень хорошим ученым и умным человеком никаких проблем в этом собственно говоря нет в этом возрасте у них восприимчивость и впитываемость информации в 10 раз выше чем у нас с вами принцип наглядности тоже очень легко на продемонстрировать у нас есть картинка в данном случае картинка где сандра и алекс на шагах к английскому языку здороваются 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 их друзья животные питомцы и идет собственно говоря вот такая рифмовка давайте ее послушаем и обратим внимание еще раз на картинку повтори repeat hello to all hello to you hello hello to all of you да то есть как мы видели нужно повторить рифмовку за аудиозаписи записанные носителем английского языка опять-таки сама картинка подсказывает что речь идет о том как надо здороваться в книге для родителей которые здесь вырезка есть говорится о том как правильно работать с этим заданием произносите вместе с детьми рифмовку имитируя действия соответствии с текстом подготовьте фигурки героев книги вырезаны с третьей страницы обложки предложите детям разогреть сцену сценку с героями используя фразы из предыдущих заданий вот пожалуйста как в одном задании можно хорошо и показать и наглядности отработать уже такие простые но очень важные слова как умение поздороваться итак идентификация как как же она проходит в данном случае мы с вами видим опять стихи и загадки о данном случае о птицах придет идентификация павлина с его русским и английским названием через стихотворение загадку и поделку давайте посмотрим посмотрите на павлина нет важнее господина примечательная птица так хвостом своим гордится многих он герой открыток так растив блестящий пикок собственно говоря вот так именно знакомят детей с идентификации то есть когда они определяют что павлин по-английски будет пикок по-русски это будет павлин и давайте с вами посмотрим поскольку к этим книгам и книгам алексея васильевича канабеева мои первые английские слова есть qr кода в которых заложена ссылка на плеер в котором собственно говоря все аудиозаписи есть давайте посмотрим как это работает конкретно на этом примере пикок посмотрите на павлина нет важнее господина примечательная птица так хвостом своим гордится многих он герой открыток так красив блестящий пикок он с осанкой горделивый распушил свой хвост красивый веер самый настоящий есть узорчины блестящий угадайте с двух попыток кто же это это и как вот так очень легко работать с этими qr кодами с этими приложениями и собственно говоря включать аудиозапись уже нужного момента во второй части на аудиозаписи была прочитана загадка к этой к первому стихотворению на определение слова пикок вот пишет оксана сурина круто анна ковальчук отличное решение да это решение позволяет вам собственно говоря пользоваться мобильным телефоном или планшетом который очень легко можно вывести на колонке проигрывать аудиозапись в любом месте когда это вам нужно и собственно говоря не пользоваться диском уже многих дисководов то и не осталось и так давайте посмотрим дальше и какие у нас этапы формирования присутствует фономатического слуха да которая входит в культуру звуковую культуру речи узнавание неречевых звуков таких как мы вам показывали допустим что мышка говорит ик развлечение высоты силы тембра голоса на материале одинаковых звуков слов фраз это хорошо воспроизведено и мы с вами увидим 12 шагов к шагах к английскому языку где одни и те же фразы могут произноситься двумя тремя лекторами развлечение слов близких по своему звуковому составу допустим существительных глаголов в английском языке дифференциация слогов дифференциация фонем развитие науков элементарного звукового анализа как идет узнавание неречевых звуков вот пожалуйста еще один пример из книги что что говорят животные алексей васильевич канабиева серии первые английские слова в данном случае мы смотрим что же как же говорит кошка и как и на русском языке с детьми говорим this is a cat it says meow как мы видим да и видим ребенок видит кошку а он видит что на картинке справа раскраски они говорят мял да да действительно тот текст начитывал алексей васильевич канабиев это абсолютно верно и так вот в данном случае мы это можем с вами увидеть и собственно говоря детям продалить демонстрирует также что очень интересно они могут познакомиться с символенным изображением слова и обвести его пальцем то есть на сенсорном уровне запомнить как это слово пишется по-английски как она выглядит на английском языке и соответственно идет привязка и на произношение данного слова какая же структура занятий в 12 шагах к английскому языку давайте посмотрим и обратим внимание на то как много раз мы можем увидеть задание на то что нужно послушать и повторить поработать с аудиозаписи то есть развитие фономатические навыки так александра пишет не поняла саму последовательность так как от qr-кода выйти в приложение технически не сильно подскажите я тоже технически не населен это видно на аудиозаписи на самом деле даже вот таком абсолютно в компьютере слабому человек как мне все оказалось очень просто скачивайте приложение они абсолютно бесплатные любое на считывание qr-кода и как кассир в магазине подводите его к соответственно телефон открыв это приложение телефон qr-коду он его сканирует и отсылает вас на ссылку вы нажимаете и открыть там плеер элементарной со списком собственно говоря аудиозаписи так что это ведь эта технология собственно говоря для всех тех нас кто очень плохо с новыми современными технологий и так структура занятий посмотри послушай повтори то есть есть задание послушать и задание повторить воспитатель родители знакомы детей с речевой ситуации лексикой занятий дети повторять данный языковой материал за воспитателем для воспитателя есть аудиозапись для первого упражнения во втором упражнении послушай расскажи дети слушают рассказ в аудиозаписи либо исполнение воспитателя рассматривают картинку после прослушивания дети отвечают на вопросы по содержанию рассказа, используя изучаемую лексику. Повтори. Дети слушают рифмовку в аудиозаписи либо в исполнении воспитателей и повторяют ее вместе с воспитателем. Затем дети используют фразы в игре. Да, потом эту презентацию можно будет скачать на портале englishteachers.ru. Это будет в понедельник. И, соответственно, в понедельник же, возможно, кстати, и сегодня вечером, можно будет посмотреть еще раз видеозапись, как и всех наших предыдущих вебинаров. Четвертое задание. Выполни задание и скажи. Да, то есть переход идет у нас уже в речь, где также формируется звуковая культура речи. Посмотри, послушай. Пятое задание. Раскрась и назови. Поиграй в игру. То есть, как мы можем видеть, все время у нас идет и говорение, и аудирование. То есть, мы развиваем культуру речи в каждом упражнении. И вот, пожалуйста, вам пример. Из 12 шагов к английскому языку, из второй части. Занятие номер 7. И давайте с вами послушаем сначала первое упражнение, которому дается языковой материал, чтобы даже воспитатель или родитель, который не сильно владеет английским языком, мог подготовиться к занятию. Самолет в небе. A plane in the sky. A plane. Самолет. Red. Красный. Green. Зеленый. Yellow. Желтый. Blue. Синий. A train. Поезд. A lorry. Грузовик. A car. Машина. New. Новый. Old. Старый. Look. Посмотри. Yes. Да. No plane. Нет самолета. Goodbye. До свидания. Hooray. Ура. I see. Я вижу. A plane in the sky. Самолет в небе. Данная звукозапись, вот к первому заданию, это для воспитателя и родителя. Для того, чтобы он сам потренировался и уже потом мог воспроизвести нужную часть в первом задании, собственно говоря, своему ребенку, либо учащимся. А вторым, третьим заданием, где есть наушники, это аудиозаписи уже для самих детей. И не могу не прочитать. Марина Юрьевна пишет. Классное пособие я использую во вторых классах на униурочных занятиях. Да, несмотря на то, что это пособие рассчитано на детей в возрасте 4 лет, да, первые 4 части, следующие 4 части рассчитаны на 5 лет, и еще 4 части на 6 лет. Так, несмотря на это, действительно, очень многие уже, несмотря на то, что оно новое, уже успели попробовать его на внеурочных занятиях в школе, на внеурочных занятиях в первом, во втором классе. Итак, да. Слушай, мы посмотрим на именно упражнение для детей во втором и третьем, на второе и третье упражнение. Сначала давайте на второе посмотрим. Повтори. Как мы с вами могли увидеть, это было третье упражнение, в котором нужно было повторить рифмовку. Ну, рифмовки дети очень хорошо запоминают и очень хорошо посредством их тренируют свои речевые навыки. А теперь все-таки на второе упражнение давайте посмотрим. Послушай и расскажи. Listen and tell. В голубом небе показался самолет. Он летел высоко-высоко. Самолет спрятался за облака, и дети потеряли его из виду. Неужели они больше не увидят этот красивый самолет? Наконец-то! Самолет появился из-за облаков и полетел дальше. Алекс представил, как бы он сидел за штурвалом такого самолета. А плейн! Закричали от восторга Сандра и Александр. Они помахали ему вслед рукой и продолжали прогулку. А ты видел в небе самолет? Опиши то, что ты видел в небе. Сейчас я отвечу коллегам, тем, кто меня, к сожалению, не слышит. Как мы могли видеть, здесь уже идет целый рассказ, в котором нужно ответить на вопрос лектора, повторить те слова на английском языке, которые были произнесены. И, собственно говоря, уже потом перейти к рифмовке. Вот, теперь все видят и слышат. Собственно говоря, видел вопрос, где можно приобрести данные пособия. Этот целый курс из 12 шагов будет полностью напечатан к осени. Сейчас вышли в свет первые четыре книги. Итак, все очень просто. Можно зайти на englishteachers.ru в раздел интернет-магазин, где вся наша продукция, пожалуйста, представлена. Почта России может быть переслана к вам. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас дальше. Почему мы не учим правильному произношению сразу? Очень частый вопрос. Слышу его как на семинарах, так и на вебинарах. Ответ очень простой. Прочитав много методической литературы, вот что можно подвести как сумму. В дошкольном возрасте не требуется формировать идеальное произношение. Собственно говоря, почему? Поскольку следует исходить из принципа аппроксимации, приближения к правильному произношению. Все это очень просто. Как я говорил, речевой аппарат еще не развит, они и на русском языке не все звуки не слышат. И, собственно говоря, поэтому им требуется развивать речевой аппарат. Язык тоже мышцы, как и руки, как и ноги, которую нужно тренировать. Когда она тренируется, станут говорить правильно. Коллеги, напишите, пожалуйста, Анне Ковальчук, что ей стоит поводить звуком у меня в правом углу на изображение. Чтобы я уже не отвлекался, вот, помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Как и Анастасия. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Когда же начинают говорить правильно? На самом деле, по исследованиям методистов и ученых, активная работа на фонетической стороне речи на иностранном языке начинается приблизительно с 4,5-5 лет. Что очень важно, это примерная цифра, то есть это может быть чуть раньше, это может быть чуть позже. Поэтому, спасибо большое, что написали, Ольга. Поэтому вот это и есть очень важно, и тут важно учитывать индивидуальные особенности конкретного ребенка. Но рано или поздно он точно у вас заговорит правильно. Нередко хорошее произношение приходит само собой, когда речевой аппарат ребенка готов и им тренирован. Тут тоже все очень просто, как в русском языке, когда мы детей наконец-то ведем к логопеду, он от страха начинает говорить букву R или букву L, которая западает. Так и здесь такое тоже бывает, что когда речевой аппарат готов, то он совершенно спокойно произносит звуки правильно. Очень часто такое случается. Ну а мы с вами давайте посмотрим, например, из четвертой части, где уже слова становятся посложненнее, и обратим внимание на второе упражнение. Сейчас мы его с вами послушаем. Послушай и расскажи. У Сандры и Александра есть собака Чарли. У него гладкая коричневая шерстка, белый воротничок, а на ногах беленькие носочки. Чарли очень умный пес. Он умеет охотиться и быть настоящим. Давайте обратим внимание на третье упражнение. Повторим. Повторим. repeat my dog is my friend my dog is good to my good friend i give good food сейчас секунду техническая неполадка одну секунду сейчас решим техническую неполадку и снова к вам вернемся субтитры Да, все, к сожалению, я тоже чуть-чуть не справился с техникой, сейчас мне помогли, и теперь мы снова с вами. Ну что, давайте посмотрим на следующий пример, который я показывал несколько дней назад, поэтому без уже аудиозаписей. В первом случае идет инсценировка, которую можно тоже изобразить, где Алекс и Сандра играют в поездку в службу такси, да, скажем так, Алекс сидит за рулем, Сандра с куклой едет на заднем месте, тарелки используются как колеса, затем нужно повторить тоже еще одну рифмовку, то есть все время мы используем как более визуализированные звуковые рассказы, так и, да, теперь у всех все в порядке, прошу прощения за технические неполадки, так и рифмовку. Так, вот пишет Оксана Сурина, хорошо бы сделать Сандру и Александру в виде пальцевых кукол. Для начала они есть в первой части на разрезных карточках, потом мы, я думаю, что рассмотрим и такой вариант. Итак, что нам дают упражнения со словами родного языка? Проговаривание слов родного языка учит детей различать отдельные слова и звуки, отличать звуки в родном и иностранном языке. Что это дает? Да, то есть мы все время их учим как и родному, так и английскому языку одновременно. Да, это они различают, они начинают дифференцировать слова русского и английского и не путают, что самое главное их, поскольку они понимают, что это два разных языка для двух разных вещей. Вот Анастасия пишет, у меня сын 4 года, собираюсь заниматься с ним. Пожалуйста, занимайтесь, делитесь опытом на englishteachers.ru, будем очень рады понаблюдать за вашим опытом. Скажите, книги придут почтой с диском? Да, 12 шагов к английскому языку, издаются с диском, диск сразу вложен в книгу, придут вместе с диском почтой России. Стихи и загадки О, еще один пример развлечения звуков родного языка и иностранного. Как это происходит? Вот в этом стихотворении очень хорошо это видно. Маленькая, но шустрая, и порой умней кота. Норка, вот ее домишка. Это серенькая мышка. Вам знаком ведь Микки Маус? По-английски мышка Маус. Да, вот так мы уже узнаем, что по-русски мышь будет мышка, по-английски она будет Маус, что Микки Маус это Микки Мышка. У детей все это очень хорошо, легко складывается в целостную картину. Вот, договорки так нравятся детям. Да, конечно же, особенно если после этого прочитать загадку, которую я вам сейчас зачитаю. Хвостиком яйцо разбило, да и репкой ей по силам. Хоть и маленькая ростом, победить ее непросто. Шум и гамм и полный хаос поселилась в доме Маус. Вот, у нас даже есть участники впервые, кто на вебинаре. Поверьте, у нас бывает и без технических неполадок. Участвовать понравится еще больше. Как же развивать фономатический слух? Да, какие проходят они у нас этапы? Фономатический слух это способность к слуховому восприятию звуковой речи. Фонем. Умение различать звуки в речи, в их последствиях, в словах. И умение различать близкие по звучанию фонемы. Что очень тут важно? Это умение того, когда мы с вами, допустим, слушаем песню на иностранном языке. И, собственно говоря, некоторые слова с первого раза слышим не таким, какие они есть. Пытаемся их спутать с теми словами, которые нам более знакомы. Вот это называется развитие фономатического слуха, чтобы то слово, которое вы услышали, было услышано правильно. Для этого служат рифмовки в сказке, например, к курсу «12 шагов к английскому языку». В данном случае я показываю пример из книги для воспитателей и родителей, где дается вот такая рифмовка. One, two. One, two. Where are you? One, two. One, two. I see you. Да, вот такая рифмовка очень хорошо учит различать различные слова, уметь ими пользоваться, учит счету в данном случае. Умению задавать вопрос «Где ты?» и то, что я тебя вижу. Слуховые тактильные ощущения тоже очень важны. И тут нам помогают, сейчас сделаю покрупнее, вот такие пальчиковые возможности, когда нужно обвести буквы пальцем. Когда мы не учимся писать, а учим, запоминаем символьное изображение слова, и при этом дается еще избыточная информация в виде вот такой рифмовки. I can jump. I can jump high. Swan cannot jump. Can you jump? Да, именно так создается благодаря картинке, благодаря такой рифмовке обведения пальцем целостный образ слова. Они умеют его произносить, и все это запоминается даже на уровне пальчиков. Собственно говоря, что можно подвести в итог? Да, мы с вами сегодня очень обо многом поговорили. Что можно вывести в вывод? Больше слушайте и повторяйте. Чем больше аудиоматериала вы услышите, тем лучше. Используйте аудиозаписи, озвученные носителями языка, разными носителями, женскими и мужскими голосами, благо их у нас в книжках достаточно. Пойте песни. Песни вообще имеют огромнейший потенциал, как и для дошкольников, так и для школы, так даже и для взрослых. Это очень помогает. Не требуйте от детей идеального произношения с первых дней обучения, поскольку самая главная задача ПОВГОС для дошкольного образования – научить учиться, научить любить учиться и развитие ребенка. И, собственно говоря, на этом у меня сегодня все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание и терпение к техническим неполадкам. Сейчас любые ваши вопросы по теме я с удовольствием отвечу. Да, дома можно выполнять задания на раскрашивание, если не успеваете на занятии. Спасибо. Значит, код я сейчас выложу. Не переживайте. Обратите внимание на слайд о том, как скачать сертификат. Код для сертификата, пожалуйста, я выложу. Так, значит, 12 шагов к английскому языку. Диск MP3, он спокойно. Можно его и скопировать, и использовать на разных носителях. QR-код на любом устройстве, которое можно считывать QR-код, может воспроизводить аудиозапись. Сколько раз занятий предполагается в неделю? Делают по-разному. Где-то назначают одно занятие в неделю, где-то два, где-то три. Один разворот в книгах, первые английские слова и стихи из загадки О – это один урок. И одно занятие в 12 шагах к английскому языку – это тоже один урок, который можно разбить на два урока при нехватке времени. Обычный аудиодиск можно включить, можно скопировать, можно сделать с ним все, что угодно. Нет ли приложений для интерактивной доски? Есть приложения, которые вы можете найти на englishteachess.ru, которые работают на мобильных устройствах. Они во вкладке Mobile Apps. Как раз для детей там очень простые упражнения, нарисованные в пастельных тонах. Поэтому очень легко их использовать. И, значит, к 12 шагам к английскому языку есть книга для воспитателей и родителей. Пожалуйста, можно ей воспользоваться. В книгах «Первые английские слова и стихи из загадки О» есть методические рекомендации к каждому типу упражнений. Вот они примерно так выглядят. Раздаточный материал есть. Это разрезные карточки в 12 шагах к английскому языку. Чтобы прямо на доске пальцами буквы рисовали? Нет, такого еще нет, но мы вам думаем этот вопрос. Хорошо. Раз вопросов больше нет, презентация будет выложена либо сегодня, либо в понедельник. Видеозапись тоже будет. Всегда рад вас видеть и слышать. До новых встреч. Собственно говоря, хороших вам выходных. Продолжение следует... Продолжение следует...